Крымская кругосветка Крымская кругосветка Вынужденно выбрасывались на курортные пляжи Сегодня 39-й день пути, однако путешественники совсем не выглядят усталыми, они бодры, веселы и полны сил Максимально, что мы прошли за день, это около 62 километра, а минимально, тут все зависело от погоды, ну, наверное, километров 10 На ночлег же участники экспедиции останавливались прямо на берегу живописных бухт. Там же разжигали костры и готовили еду. Продуктами грибцы запасались в ближайших населённых пунктах. В общей сложности маршрут похода экспедиции составил примерно 1077 километров. В некоторых местах путешественникам всё же приходилось прибегать к услугам транспортных перевозок. На транспорте мы перевезли, пограничники не разрешили идти вдоль Украины, украинской границы. Поэтому мы через Джанкою перевезли на Красноперекопск и вышли в Чёрное море. И здесь не разрешили нам мимо полигона идти. Тоже пограничники предупредили, что полигон закрыт до 14 числа. Интересно, что в состав команды входит немало пенсионеров. Старшему из них 79 лет. Николай Шестерин заверил нас в том, что управлять байдаркой может каждый, независимо от пола и возраста. Наша съемочная группа решила испытать, насколько сложно управлять байдаркой. Но могу сказать, что руки однозначно должны быть сильными, потому что весла не тяжелые, однако с водой сопротивляться сложно. А в основном все очень удобно. Мягкое сидение, спасательный жилет и в принципе немало места для ног. На самом деле все не так сложно, как кажется. Главное тренировки, а все остальное придет с опытом. Керчь стала последней остановкой большой крымской кругосветки на территории нашего полуострова. Завтра путешественники продолжат знакомство с местными достопримечательностями, а уже в пятницу утром отправятся в Ильич, с которого и началось их увлекательное путешествие. Продолжение следует...